Доброй ночи! Рахмет армыстар құрметті әрптестер, құрметті көрермен республикалыға ақпараттық штабуы жұмысын текелей ферде әрғарай жалғастырады. Су тасқында қарсы кезеңде қабылдан атын шаралар туралы сөз сөйлейтіні спикерлеріміз бен таңсыра өтең. Динара Нұрғалеева, Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министерлігінің ресми өкілі. Науырз Баев Арман, Шығыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті төтенше жағдайлардың алдыналу басқармасының бастыға. Журавлев Евгений Николаевич, Солтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қатшысы. Жәнде Жымағазиев Руслан Тимурулы, Атырау облысы әкімнің баспасөз қатшысы. Алғашқа сөзгізеге Динар Ханым өзілзде. Макпал Рахмет, Армастар Күрміт, Казахстан Дықтар. По даным Министерства по чрезвычайным ситуациям, благодаря оперативным мерам из зон ЧС заблаговременно проведена эвакуация жителей и животных. Всего с начала паводкового периода спасено и эвакуировано 118 116 человек, из них 44 241 ребенок. Благодаря проведенным противопаводковым мероприятиям вернулись в свои дома 19 656 человек. В безопасное место отогнано 113 852 сельскохозяйственных животных. В эвакуационных пунктах остается 8850 человек, из них 3948 детей. Отведена вода из 4 274 жилых домов. В 2719 дворовых территорий откачано свыше 10 миллионов кубических метров талой воды. Проведена укладка более 3300 миллионов межкатар и около полутора миллионов тонн инертного материала. Остаются подтопленными 6000 частных жилых домов и более 1000 дворовых территорий. В Акмолинской, Актьюбинской, Костанайской, Атыраусской и Североказахстанской областях. В паводкоопасных регионах продолжаются аварийно-спасательные работы. Проведение противопаводковых мероприятий. Ликвидация последствий паводков. Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 44 113 человек и 4 608 единиц техники, 858 водооткачивающих средств, 3309 плавательных средств, 16 тысяч воздушных судов, а также активное участие принимают волонтеры. Железнодорожным, автомобильным транспортом и воздушными судами в пострадавшие регионы доставлено свыше 4 529 000 тонн гуманитарной помощи. Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает граждан соблюдать меры безопасности в паводковый период. Не покидайте дома и эвакуационные пункты без соответствующего разрешения. Не оставляйте без присмотра детей. Рахмет, Арман Мұрза, Шығыс Қазақстан облысындақ жағдаймен бөлесеңіз. Сіз келеп байланыстасыз. Бәрліптің. Орта таудың аймақта және тауылардың оңыстық беткенді қаржа жамыласы еру байланысты. Олғыс қойынша судың тасқыны екінші толқыны басталды. Олғысының сол үстік және шығыс аудандары елкше бақылды. Бүгінгі таңда қаржа мұлғысы 44 пайыз құрайды. Жергілікті атқарушы орғындарының жоспараншы бойынша жұмыстарының бәрі толқта аяқталды. Бірақ та қауіппар аудандарды жағалауды мұғайту және түгін тазарту бөбеттерді өсіреу қаптарды сауы жұмыстары жағасы да. Қазіргізде гидротехніка құралдар жұмыстары қызғалды. Следующее слово предоставляется Евгений Николаевич вам, пожалуйста. Продолжение следует... В данный момент он составляет 2 метра 93 сантиметра, прибавление за сутки на 18 сантиметров. Но тем не менее, нас уверяют гидрологи, что все-таки эта волна не будет настолько большой, в общем-то, не, как бы сказать, не перекроет рекорд, печальный рекорд текущего года, первой волны. Потому что я хотел напомнить, что антирекорд наш 24-го года составил 4 метра 25 сантиметров, перелив через гребень Сергеевского водохранилища. Для сравнения, в 2017 году было 3 метра 38 сантиметров. Тоже был своеобразный рекорд или антирекорд. С начала паводка в СКО было подтоплено 3419 домов, сейчас вода ушла из 196 домов. В данный момент подтопленными остаются по области 3223 дома, подтопленных придомовых территорий 1115. Всего по области было эвакуировано 14 388 человек, из них 3596 детей. На данный момент вернулись домой 705 человек, из них 184 ребенка. Ну, надо сказать, что возвращается из эвакуационных пунктов в места проживания, но, тем не менее, не сразу в дома, потому что там необходимо мыть, чистить, в принципе, грязно очень, а к родственникам, но, тем не менее, ближе к родному дому. Нужно сказать, что итоги остаются эвакуированными 13 683 человека, из них 3412 детей. В эвакопунктах размещено 879 человек, из них 153 ребенка. 5046 голов скота перемещено в безопасные места. Надо сказать, что все еще продолжается у нас пребывание группировки Министерства ПЧС, то есть из города Астана, Туркестанская, Карагандинска, Павлодарская, Лутава областей. Вот, значит, но скоро они уже нас покинут, как сказать, закончив свою работу, сделав свое дело, исполнив свой долг, за что мы им очень благодарны. Сейчас группировка составляет у нас вместе с волонтерами Нацгвардии, частными организациями, местными исполнительными органами 5166 человек личного состава, 942 единицы техники, 495 мотопомп и 131 плавательное средство, а также еще три воздушные судна, три вертолета. На дорогах зарегистрировано 69 переливов, из них 10 действующих. Продолжается работа по откачке воды, сейчас это актуально. Значит, было с начала поводкового периода 743 тысячи кубических метров откачано. Очищено 252 километра рыков, расширено и углублено 172 километра каналов. Заготовлено 286 тысяч штук межкатары, уложено 335 тысяч. Возведено 8,5 километров дам, укреплено 25 километров дам. Отсыпано инертных материалов 9850 тонн. Круглосуточно работают противопаводковые штабы в Петропавловске и районах СКО. Паводковая обстановка находится в режиме постоянного мониторинга и контроля местных исполнительных органов и департамента ПЧС Северо-Казахстанской области. Доклад окончен. Благодарю. Руслан Тимурло, пожалуйста, расскажите о принимаемых мерах в Атравской области. Доброй ночи, уважаемые коллеги, уважаемые зрители. Начну, наверное, с Жилойского района, города Кульсары, где район, который больше всего пострадал от паводков. На сегодняшний день уровень воды составляет 184 сантиметра. Наблюдается спад 8 сантиметров с силами ДЧС, компании Жилой Тазалок, местными исполнительными органами. Продолжаются работы по откачке воды в городе Кульсары. По состоянию на 18 апреля откачано свыше 10 тысяч кубометров воды. Общий объем работ по откачке воды составляет 521 тысячи кубометров. Также в городе Кульсары начаты работы по дезинфекции откачанных отталов воды территорий. По информации главного санитарного врача Жилойского района, завершены работы микрорайона номер 2 и микрорайона Новостройка, где обработаны дворовые территории и подъезды. Касательно обосновительных работ в городе Кульсары, 18 апреля к электричеству подключены средняя школа номер 19, микрорайоне Достовстых, 60-квартирный дом номер 3, а также подключены здания районного суда и домов по улице Бесенкулова. Работают 4 бригады и 8 единиц специальной техники. О возобновлении газоснабжения. На 18 апреля к газу подключены 43 дома в микрорайоне Жадра-Сен, 124 дома в микрорайоне Автодорожник и 65 домов в микрорайоне 4 участок. Всего подключены к газу 232 дома, а также 9 объектов предпринимательства. Также хотелось бы отметить, что с сегодняшнего дня возобновила свою работу центральная районная больница города Кульсары. Продолжаются выплаты по пострадавшим от паводков единовременной материальной помощи. По состоянию на 18 апреля было принято 3137 заявлений. 1324 семи уже получили выплаты. Сумма выплат составляет 100 МРП или 369 тысяч синге. Также сегодня начала работу комиссия по оценке и возмещению материального ущерба. Заявления принимаются в трех пунктах в городе Кульсары и в эвакуационных пунктах. По состоянию на 20.00.18 апреля принято 1294 заявления. Также, пользуясь случаем, хотелось бы отметить, что жители Жилойского района также могут подать данные заявления онлайн посредством портала электронного правительства РК. Что касается берегов крепительных работ в Атроусской области, они продолжаются в связи с подъемом реки Жаик, увеличением водоспроса с Ириклинского водохралинилища. Начнем, наверное, с Мохамбетского района. На сегодня в Мохамбетском районе 65 километров там нуждаются в реконструкции и усилении. Из них уже отремонтировано и усилено 56 километров. Помимо этого, в этом же районе ведется насыпь новых там протяженностью 26 километров. Из них завершено 21 километр. Для этих целей задействовано 190 единиц техники, 675 военнослужащих, 1400 волонтеров и 252 работника различных организаций. Индерский район. Уровень реки Жаик в Индерском районе составляет 5 метров 55 сантиметров. Общая протяженность берега укрепительных дам составляет 27,8 километра. Из них завершено 25. Задействовано порядка 100 единиц техники и 515 работников различных организаций, волонтеров и 300 военнослужащих. Касательно города Атрау, куда приходится основной объем берега укрепительных работ, на сегодня завершено 183 километра отвалов из запланированных 237. Объем выполненных работ составляет 77,2%. По городу Атрау задействовано 1028 единиц техники и 8763 человека. Также хотелось бы отметить, что в регионе ведутся очень важные работы. В целях ускорения выхода воды из реки Жаик в Каспийское море продолжаются ноуглубительные работы в устье Урала-Каспийского канала, где текущая глубина устья составляет всего 40-50 сантиметров. По завершению данных работ ожидается, что глубина устья увеличится с 40 сантиметров до 2 метров, что будет способствовать более эффективному стоку воды из реки Жаик в Каспий. На сегодня задействовано 5 единиц специальной техники – это 7 снаряды и многофункциональные 7 снаряды «Амфибия». В целом по Атрауской области проводятся противопаводки и превентивные мероприятия, где визведены защитные данные общей протяженностью 392 километра. Объем выполненных работ составляет 74,6%. Уложено более 2,5 миллионов единиц межкатары. По состоянию на 18 апреля по области в этих работах задействованы 17 758 человек и 1771 техникам. Спасибо за внимание. Президент Кыргызстана прибыл в Астану с официальным визитом. Косможумар Тукаев встретил коллегу в столичном аэропорту, где выстроили почетный караул. Главы государств планируют провести двусторонние переговоры и подписать ряд важных документов. Казахстан и Европейский союз намерены расширять сотрудничество в области управления водными ресурсами и развития сельского хозяйства. Эти вопросы станут ключевыми в двусторонней повестке этого года. Высказался посол представительства Европейского союза Кестутис Янкаускас во время встречи с премьер-министром Ужасом Виктеновым. Глава Кабмина сегодня провел диалог с главами Дипмиссии ЕС. Как вы знаете, Казахстан столкнулся с крупнейшим за всё время наблюдения наводнением, связанным с аномальным притоком поводковых вод. Масштабы и последствия стихийного бедствия требуют от нас кардинально новых подходов для правильного использования ресурсов и недопущения подобных происшествий в будущем. В данном вопросе нам особо интересен передовой опыт и наработки европейских стран и компаний. В этом свете видится важным синхронизировать усилия правительства Казахстана с программами содействия ЕС, в том числе по развитию устойчивой водной инфраструктуры. В этом году мы наблюдаем аномальный приток поводковых вод, особенно бассейных рек Табол и сель, Жаех и Елек. Водохранилище заполнено, что позволит обеспечить население питьевой водой, сельскохозяйственную угодную ирегационную водой и промышленность с необходимыми ресурсами. В связи с этим, в соответствии с поручением главы государства, мы дорабатываем положение и концепция развития системы управления водой и ресурсами с целью разработки комплексных мер по предотвращению паводков и сокращению ущерба от них. Для разработки эффективных подходов будут изучены лучшие практики передовых стран. Учитывая опыт европейских, в том числе Нидерландов и прогрессивные подходы в области управления водными ресурсами и смягчения последствий наводнений, мы перенимаем опыт и изучаем возможности, которые могли бы помочь в наших усилиях по немедленному реагированию. Участники заседания отметили плодотворное сотрудничество и в рамках совместной агропродовольственной миссии. Премьер-министр призвал зарубежных гостей создать совместные проекты по переработке продуктов УПК. Добавлю, в стране уже работает около 6 тысяч совместных предприятий. Товарооборот между Казахстаном и странами Европейского Союза составляет 42 миллиарда долларов. Министерстве внутренних дел возбудили уголовные дела по факту гибели людей во время паводков. Об этом на брифинге в СТК сообщил официальный представитель ведомства Шенгус Аликешев. Такие случаи зарегистрировали в двух регионах страны. Началось следствие. Фактов гибели граждан именно по причине затопления домов и объектов не зарегистрировано. Хотелось бы разъяснить следующее. В целом по республике на фоне весенних паводков зарегистрировано 5 фактов гибели, в Атравской области 4 и 1 факт в Актюбинской области. Среди них несовершеннолетних нет. Во всех случаях, в связи с нарушением требований по мерам безопасности, кто-то решил самостоятельно переплыть реку, кто-то пытался после паводков, то есть после эвакуации, вернуться в зону потопления. По всем этим фактам проводятся проверки и ведется следствие. 19 656 казахстанцев вернулись в свои дома. В пунктах эвакуации остается больше 8 тысяч человек. Свыше 6 тысяч домов и тысячи дворов остаются потопленными в Акмолинской, Актюбинской, Кустанайской, Тараусской и Североказахстанской областях. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Динара Нургалиева. Противопаводковые мероприятия продолжаются. В них задействовано больше 40 тысяч человек. Пострадавшие регионы доставили свыше 4,5 тысяч тонн гуманитарной помощи. 3 тысячи дачных домов подтопило в Уральске. Большая часть из них расположена в пойме реки Урал, где уровень воды продолжает подниматься. Жители садоводческих товариществ эвакуировали. Многие разместились у родственников. На местах круглосуточно дежурят спасатели и сотрудники полиции. Подробности у Альбины Кумангалиевой. После выхода на пенсию Александр Козловский вместе с супругой решили уехать подальше от городской суеты. Продав квартиру, построили дом в дачном массиве «Сокол». Три дня назад их срочно эвакуировали. В спешке супруги забыли дома документы. Документы думал, что жена забрала, а она думала, что я забрал. Ну хорошо, я их поднял на крышу. Вернее, она подняла, а не я. Вот и все. Тоже собачки маленько их подкормили. На этих дачных массивах дежурят спасатели с Козларды. Оперативный отряд прибыл в регион неделю назад. В составе 68 человек со своей техникой. Мы сейчас проводим с людьми, ездим по дачным поселкам. Они проверяют свои дома, фотографируют, делают фиксацию. Если есть кошки, собаки, их вывозим всех с людьми вместе. День по 15-20 рейсов делаем. Это район Первый дачный. Как видно, все дома здесь полностью под водой. Добраться до них можно на лодках, либо на такой вот специальной технике. К слову, этот вездеход привезли из Алматинской области. Несколько дней назад в Уральск прибыла колонна такой техники. Помощь отправили алматинские предприниматели. С помощью таких вездеходов-амфибий эвакуировали уже не один десяток людей и животных. В таких дачных массивах, где очень узкие улицы, техника спокойно добирается до любого жилого дома. Эта техника может не только преодолевать болотистые местности. То есть, если уровень воды высокий, она спокойно может проплыть, дойти до необходимой точки. По последним данным, департамент АЧС в Уральске за эти дни подтопил почти 3000 дачных домов. Помощь местной власти обещают оказать всем пострадавшим. По дачникам сейчас, вчера только состоялось заседание правительства, где были рассмотрены эти вопросы и собираются предложения с регионов именно по дачным участкам. Мы свои предложения тоже отправили. И сейчас окончательное решение будет принято, алгоритм будет разработан. И тогда, я думаю, все точки расставим. Но в любом случае, президент сказал, ни одна семья не должна остаться без помощи государству. К слову, в Западно-Казахстанскую область на помощь прибыло около 2000 спасателей военных. 900 единиц спецтехники из семи регионов страны. Альбина Кумаргалеева, Ербол Мендагалеев, Эльдар Аюпов, 24КЗ, Уральск. К другим темам. Казахстанские и российские вузы будут совместно готовить кадры для промышленности. Укрепление двустороннего сотрудничества в образовательной сфере обсудил посол Казахстана в России Даурин Абаев в Томске с губернатором региона. Сейчас в местных вузах учатся около 5,5 тысяч казахстанских студентов. Дана Нуржан с подробностями. По числу казахстанских студентов среди всех регионов России Томская область занимает второе место после Москвы. Это ведущий центр подготовки кадров для промышленных предприятий. Даурин Абаев встретился с казахстанскими студентами и выступил с лекцией в Томском государственном университете. Он напомнил о прямом поручении президента. Сделать высшее образование более доступным и открыть филиалы ведущих мировых вузов в Казахстане. И с Россией у нас есть хорошие примеры. Это университет нефтегаза имени Губкина. Вы знаете, что для нас это тоже важное направление. И в отраву они открывают филиал. У нас есть... Сейчас идет процесс открытия филиала Менделеевского химико-технического института МИФИ. То есть у нас большой спрос на все это есть. И почему бы не поработать с томскими университетами? Я думаю, это тоже большое направление, перспектива есть в этом. Именно о продолжении, о курсе не только научно-образовательном, а уже и целевой подготовке студентов. Такой, как, например, для атомной промышленности или для малой энергетики. То есть где у нас компетенции сегодня очень высокого качества, мы готовы, готовы специалистов, которые будут возвращаться на предприятия Казахстана и уже эти знания реализовывать в практике. Между томскими и казахстанскими вузами действуют более 30 соглашений о сотрудничестве. На встрече одной из наиболее эффективных форм назвали сетевое взаимодействие, основанное на совместной разработке образовательных программ. И казахстанская, и российская сторона подчеркнули, что заинтересованы в дальнейшем развитии промышленной кооперации. И ключевой вопрос здесь подготовка для этого профессиональных кадров. Поэтому перед вузами двух стран стоит глобальная задача создания единой бесшовной среды непрерывного образования на евразийском пространстве. Дана Нуржан, Шахзот Гомиров, Россия, 24КЗ. Есть чему поучиться и о своих талантах рассказать. В Кыргызстане проходит международный студенческий театральный фестиваль. Новые имена приехали в Бишкек и казахстанские студенты. Бакат Чермашев расскажет. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Узбекистан. В этот раз география фестиваля представлена этими странами. Студенты учебных заведений, изучающих театральное искусство, встречаются уже девятый год подряд. Кроме конкурсной программы, фестиваль наполнен мастер-классами известных актеров, которые рассказывают молодым людям о таинствах игры на сцене не только как педагоги, но уже почти как коллеги. Вот эти спектакли сейчас обиднеют разные школы, национальные школы. Мы учимся друг у друга, новые техники, молодые учатся у старших. Мы стараемся передать то, что у нас нажито опытом своим студентам, а студенты, в свою очередь, общаясь между собой, взаимообогащаются. Казахстанцы покажут местным зрителям два полноценных спектакля. Это «Ночь воющего волка» и «Кармен». Причем студенты решили отойти от всемирно известного жанра оперы «Жоржа Безе» и рассказать историю цыганки «Кармен» в собственной оригинальной постановке. Насколько удачной и вдохновляющей оказалась игра молодых актеров, решит жюри международного фестиваля, состоящая из известных театральных деятелей, каждой из страны участницы. «Кармен» — это яркая история о трагической любви. Наша постановка считается оригинальной из-за того, что автор решил рассказать о случившемся своим особенным языком. «Мы показываем этот спектакль уже не в первый раз. На подобном фестивале в Москве мы ставили его на сцене ГИТИСа. Вместе с этим постараемся показать его и нашему казахстанскому зрителю». Победители международного студенческого фестиваля будут определены по нескольким номинациям, в том числе «Лучший спектакль», «Режиссура», «Драматургия» и даже «Критика». Среди актеров будут названы лучшие исполнители мужской и женской ролей, в том числе и второго плана. Не забыли организатора фестиваля и о метрах сцены. Для них учрежден приз «Наставник творческой молодежи». Бакы Чермашев. Специально для 24КЗ. Бишкек. Кыргызстан. Касим Жумартукаев и Садыр Джапаров посетили гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Курды. Мероприятие прошло во Дворце мира и согласия. На сцене выступили известные деятели культуры двух стран, артисты, астана, опера, творческие коллективы. Были прочитаны отрывки из этно-саманаса, также исполнены известные музыкальные произведения и хореографические композиции. Концерты посетили члены официальной делегации представителей творческой интеллигенции Кыргызстана. Государственный советник Ирлан Карин и государственный секретарь Кыргызстана Сюнбек Касмамбетов приняли участие в работе форума представителей интеллигенции творчества Казахстана и Кыргызстана. Мероприятие прошло в Астане в рамках официального визита президента Кыргызской республики Садыра Джапарова в Казахстан. Ирлан Карин в своем выступлении отметил, что форум дает уникальную возможность для прямого общения представителей интеллигенции и творчества двух стран, поддержки современных востребованных проектов в сфере литературы, искусства и других областях межкультурного взаимодействия. Участники диалоговой площадки рассмотрели актуальные вопросы развития творческого потенциала, преемственности поколения духовного и культурного наследия двух стран. Вместе с тем обсудили новые инициативы, наиболее перспективные направления сотрудничества в области литературы и искусства. По итогам форума Ирлан Карин выразил уверенность, что высказанные все предложения и рекомендации будут способствовать взаимному опогощению культур и развитию гуманитарных связей. Музейные комплексы под открытым небом, дома, улицы, скверы преображают на востоке страны. Больше 100 тысяч жителей региона задействованы в экологической акции «Таза Казахстан». За несколько суток силами общественников привели в порядок площадки у родников в горной местности, пригородные участки и парки Усть-Каменогорска. Коммунальные службы предоставили всю необходимую спецтехнику. Такая генеральная уборка продлится еще несколько месяцев. Экологическую акцию «Таза Казахстан» поддержали во всех городах и районах области. У нас на самом деле ежегодно люди добровольно выходят на субботники, общественности организовывают, и в самых труднодоступных даже участках выходят и проводят субботники. Это уже такая культура, сформировавшаяся среди жителей города Усть-Каменогорска. В октябре все больше молодежи присоединяется к экологической акции «Таза Казахстан». На этот раз инициативу в областном центре поддержали студенты высших учебных заведений. В планах и посадка деревьев одним субботником. Дело не обойдется, студенты намерены и дальше активно участвовать в экологической акции, которая продлится несколько недель. На данный момент мы провели работы на улице Тургенева. Также планируется чистка аллеи славы. Только на сегодняшний день мы посадили уже 10 деревьев, и дальше мы эту акцию будем продолжать. Ведь каждое дерево, которое посажено, это воздух, чистый воздух для будущих поколений. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова